Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Здравствуйте, посетители канала Процветок! Меня зовут Русский Хован. Сегодня мы поговорим с вами на одну важную тему, что посеять после картофеля сразу после уборки. Речь пойдет о седральных растениях. Картофель относится к так называемым пропашным культурам. Под пропашные культуры, как правило, вносится достаточно много удобрений, потому что большинство пропашных культур действительно весьма и весьма чувствительны к недостатку элементов питания. И под картофель, как правило, мы тоже вносим достаточное количество питания. Однако, хорошо известно, как бы мы ни старались полностью, вот полностью использовать то питание, которое мы даем в виде органических или минеральных удобрений, каких-то еще там бродиловок и так далее, растение усваивает это питание не полностью. Большинство элементов питания вымываются в глубокие слои почвы, делаются недоступные для растений. Среди элементов питания, которые практически не вымываются из почвы, надо назвать калий. Он очень хорошо связывается почвой. Однако же после картофеля калия остается очень-очень мало, потому что картофель очень любит калий. И урожай картофеля во многом зависит от обеспеченности почв калием. Поэтому надо подобрать такой сидорат, который с одной стороны смог бы достать из глубины почвы те элементы питания, которые ушли слишком глубоко, тот же самый азот, например, да, фосфорные соединения, становятся недоступными растениями в процессе вегетации, в процессе длительного нахождения в почве. Их надо мобилизовать, связать в органическое вещество и уложить к весне, чтобы оно минерализовалось, стало доступно для наших растений. А также сделать мероприятие по увеличению доступности калия. И это можно делать не только увеличением подкормок, это еще можно делать с помощью специально обученных, наученных, ну на самом деле шучу, отобранных бактерий. Калий тоже может мобилизоваться, как фосфор, кальций и различные микроэлементы. Вот по совокупности вот этих всех премудростей, которые случаются после картофеля, которые мы знаем, что происходит после картофеля, нам, а сажать нам после картофеля нельзя, ни в коем случае. Томаты, баклажаны, перцы, то есть растения, которые относятся к тому же самому семейству. Посадить вы можете после картофеля бобовое, фасоль, горох. Посадить вы можете после картофеля вполне огурцы, капусту можете посадить после картофеля. Это вполне допускается. Так вот, вы должны сперва очень крепко подумать, что вы будете сажать на этом поле, а потом принять решение относительно того, какие сидораты высевать после картофеля. Сейчас быстренько все разберем. Первое, если вы, давайте лучше так, что посадить в идеале? Первое, посадить рожь, чтобы мобилизовать фосфаты, посадить горох, чтобы достать азот у гороха, кроме того, что азот фиксирующий бактерии на клубеньках, так еще и очень глубокая корневая система. Вместо гороха одним из лучших сидоратов после картофеля является люпин. И третье, ну третье, четвертое, что можно посадить с люпин считать, то это еще горчицу, потому что горчица также является неплохим мобилизатором многих элементов питания, а также с корнями горчицы ассоциируются те силикатные бактерии зачастую, которые способствуют мобилизации не только фосфора, но и также минерально связанного калия, которым нам надо обогатить почву. Использование этих сидоратов никак не отменяет внесение калийных удобрений, но благо у нас очень много золы зачастую копится, у кого-то и в летний период, у кого-то за зимний период, поэтому калия можно добыть и можно сказать бесплатно. Но нет, значит вносите хлорид калия под осень, в Беларуси он его много и дешевый, вносите сульфат калия, ну и другие калийные удобрения. Если вы собираетесь высаживать бобовые после картофеля, то бобовый компонент придется исключить, горох и люпин придется исключить в качестве сидоратов. Если вы планируете высаживать капусту, капустные овощи, крестоцветные овощи, то горчицу придется исключить, в этом мудро севооборота. Если же вы планируете высаживать не бобовые и не капустные растения, то в этом случае вы вполне можете посеять все три сидерата в смеси одновременно. Еще раз, если же вы какое-то растение, либо бобовое, либо крестоцветное, капустное, будете высевать после картофеля, в этом случае его в качестве сидерата надо исключить. Ну а рожь, как сидерат, должна быть посеяна в любом случае и обязательно. Если же у вас есть доступ к азимовике, то в этом случае посев ржи с азимовикой не требует больше никаких других компонентов для посева после картофеля. Они вдвоем обеспечат все те полезные функции, о которых я сказал. Ведь у картофеля есть один жирный-жирный-жирный недостаток. Он после себя практически не оставляет растительных остатков. То есть после себя он вообще ничего не возвращает в почву. Он выносит всю органику и неорганику, все что есть, в значительной степени обедняя почвы. Поэтому любые растения, которые дают хорошую вегетативную массу, и все перечисленные растения вполне дадут вам этот хороший эффект, обогатят, вернут вам органическое вещество в почву, тем самым сохранят естественное, натуральное, природное плодородие почвы после картофеля. Воспользуйтесь этим советом. Пользуйтесь им регулярно, систематически. И вы сохраните почвы. А ведь этому сейчас уделяется огромное внимание не только людьми, которые выращивают на приусадебных участках растения, но и в мире. В мире это является глобальной проблемой сохранения почв. Будем идти в ногу с современными трендами. Будем использовать седральные растения. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!